здравствуйте 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 Игнатий Тихонович меня зовут Илья у нас все записывается выставляется в интернет вы не против не не против слушай говорите так не знаю с чего начать меня зовут Илья я живу в Минске я вот знаком с Вячеславом и мы с ним общаемся знаком немножко с Никитой Колесниковым с ним тоже познакомились и общаемся в интернете вот уже несколько лет слежу за вами читал книги для Слова Божия нет уз и другие книги читал сайт читал разные там ответы на вопросы и ваши все труды помогли утвердиться в православной я видел фотографии вы были у отца наума да был в Грузии и сходил в гости к отцу науму и он оказался очень гостеприимный был у него целый день дома в гостях и мы с ним долго общались он рассказывал о себе немножко о вас показал свой новый у них вот храм новый он показал нам храм свой у него несколько сыновей есть дочь но дочь у него там уже уехала вроде был Израиль а вот с одним сыном с его там познакомились он у него иконы пишет Георгий наверное да другие два были у меня в лагере я вчера с этим Георгием говорил он где-то 40 вопросов задал понятно ну я вот долго думал какие можно вам задать вопросы но по сути в принципе такой огромный запас ответов и вопросов есть на сайте что в принципе ну все что меня интересовало чтобы я мог там вам задать в принципе все я находил там у вас на сайте или в книгах там 4124 вопроса да да это жизнь было богатое время много пришлось преподавать и люди стали просить это все оставить на бумаге конечно конечно привык все сохранять и записки которые поступали в письменном виде на кафедру все сохранял я тогда тряхнул в мешок то там тысячи записок то но некоторые повторные были но и вот так получилось а потом надо было теперь как-то разложить о чем речь идет в каждой а бывает так что в одном вопросе касаешься несколько вопросов получилось 55 папок и мне заново пришлось все 33 тома перелопатить заново все я думал после моей смерти кто-то займется смерти нету никто не берется я заново начал делать и трудно было вот так сделать чтобы папка ткнул и одни вопросы были одни вопросы легко найти а когда вопрос нашел чтобы ткнуть его раскрылась весь ответ бывает несколько страниц очень трудно это было сделать и нашелся человек приходил ко мне евгений клейменов он медицинском университете с отличием кончил с красным дипломом и он тоже с третьей попытки только получилось все а потом вот у нас трехтомник вышел и чтобы гравюры гюставо даре 230 раскрасить тоже много времени ушло ходил по галереям и беседу думали так физически перекрасить их сначала откопировать а потом оказалось есть и в интернетной версии и вот несколько человек год примерно ушел пока раскрасили все эти тогда уже выпустили вот у нас трехтомник он вышел он по восьми параметрам лучше самого хорошего то есть если только от нас не будут брать то нет еще вот там только 297 комментариев на тему да это проповедь если вы видели этот трехтомник красный переда до толкованием филакта болгарского видели библиотеки у путина вот в москве они в библиотеке ленина все 38 книг моих исторической библиотеки в парламентской мы посетили 650 городов и сел это бог сделал это и сейчас я смотрю это невероятно и каждая остановка где ночевать как скрыться приехать нежданый незваный я должен в течение там 10 минут вызвать доверие к себе и книгам собрать людей выступить и в день не менее пяти там городов районных центров вот это бог позволил 120 тысяч километров прошли ты на то у нас три года или 4 ушло летний период и вот так положил бог на сердце сделали подарок этот подарили на 35 миллионов рублей обошлось нам это от ладивостока до лиссабона прибалтика скандинавия захватили это не сделать невозможно первых чем ехать должен быть шофер такой такая машина много брать мы ехали с дарами и ничего нет а 38 крик это 31 килограмм на полке метр сорок это полка вот и там еще в интернетной версии 7 книг у меня не изданы уже готовые стоят ждут будут средства издать там 4 тома по 800 страниц стихов 4 тома вот каждая строчка занята каждый стихотворение 36 строчек и пошел бы бы это него к 2 миллионам подтянула 1000 экземпляров это не посильно и все пока остановилась каждой книге 180 страниц цветных фотографий нашей поездки страниц а на странице обязательно две или четыре фотографии все уже сделано и пришлось попятиться людей не нашли кто бы помог издать это очень трудно тяжелое дело достать деньги а притом корректор должен быть верующий когда я издавал симфонию на не канонические книги у меня 18 корректоров и никто не до конца не дотянул вообще там воде цифры идут пришлось самому и заканчивать ее и могу сказать что это самая лучшая в мире симфония ее можно у лыжи только сделать большим форматом крупнее а так не улучшить интернетной версии она в два скажется или там один и восемь десятых раза точнее той которую издают на канонические книги вы ее не видели видел 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 ну вот у вячеслава все это есть тоже удивительно как получила на то есть парализованная сергей оставил и мать сообщила метали как раз тут было я сразу сказал ему за и он и не просил ничего и и так получилось что он обладатель теперь этой большой коллекции сказать или библиотечки да ну и сейчас как бы больше люди читают не книги и в библиотеке не любят ходить а все любят находить в интернет библиотеках сейчас большинство библиотек загружают все в электронный вид и в современном мире больше люди как-то любят через специальные книжки такие электронные или даже на компьютере читать да вот наш сайт его там есть что послушать почти 50 книг аудио в разному там какие-то разные варианты есть вот в таком формате в таком ну делайте и ставьте игнатий тихонович вы говорите что вот вы в свое время там ездили в америке в синоде были а вот там никогда они не обсуждали с вами идею того чтобы перевести хотя бы некоторые книги например для слова божья нет ус или еще какие-то основные на английский язык а не было этих книг то еще ясно ясно вот таки стену православию было только газетные вкладки университетской газете вот это 16 материалов о крещении о покаянии о семье они были были одобрены все там самый строгий был лос-анджелесский архиепископ антоний синкевич я вместе с ним жил все проверял смотрел и был очень доволен и отдельно издали меня все время толкать надо вот пришли старообрядцы и говорят а вы не думаете отдельная книга издать а что это как до газета это перегибается где там буквы не видать а кто корректор будет издавать и не знаю а получилось издавать открытым оком когда стал вопрос она даже книга не названа первый том я думал он единственный будет а получилось 33 тома вот как господь дает и за то что я не посягал ни на чего не не планировал не знал на меня буквально лавина пошла вот проповеди которые в говорю четыре проповеди по полчаса каждую неделю там больше 1136 проповедей сохранившихся и они все вошли в книги вот так бог делает и я ничего не настаивал только да будет воля твоя книги написано без пригляда на кого-либо пророческом духе и всем это нравится но я не до них писала и писал с прицелом что примут и будут заботиться о пасте своей моё переживание я не не надумывал темы какие хотя когда стихи читал в литературном институте там лев ашанин вел поэт такой вот как берете где же тем это такие а тема у меня три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений вообще за 9 лет то есть больше чем по одному на день а на странице 42 строчки 36 занимает стихотворение и пирпы слова полностью стихотворение как у допустим у пушкина один куплет стихотворения 2 куплета 3 а так каждый 9 куплетов то есть 9 из 4 36 я сейчас смотрю я брать смотрю и это настолько выше моего уровня у меня нет гуманитарного образования никакого я сама сама луком все достигал мою душу никто не корежил это все это выражено в стихах я что вижу и на эту тему сгорел там лес роща горела роща и так об щелах об а голубях о корове с лошадью и даже что рядом только окно гляжу стол и обо всем есть дальше это не стихи проповеди стихах так и называется каждый том проповеди стихах и они выставлены на сайте их можно в интернет версии и когда считают этот союз поэтов и тому как называется и первый секретарь но не до того удивились вы не издавали а почему они 80 стихотворение на музыку положено по исполнять виктор савченко я никогда не думал об этом это бог делает вот я на затоус выразил так кто ищет славы она такое свойство имеет она убегает кто гонится за ней а если кто-то от нее убегает она гонится за ним вот я попал по второй вариант не искал ничего три государственных фильма сняты о нас просились я не хотел не отказывался все равно уговорили первый фильм сняли первое место на международном киноконкурсе документальные фильмы о православии это чего-то стоит а второй фильм сняли прямо обо мне златоуст из потеряевки он первое место в россии взял первое место вот о шухшине тут снимали вот потом погиб губернатор алтайского края этот сатирик евдокимов михаил сергеевич там что только они там собирали средства там делали и никто не знает но один раз посмотрели на еще жил был кривлялся и здесь документальные вот что делаем ответ на вопросы но это сегодня так выглядит а тогда это при советской власти еще было как одна директор гортия сидела премьера была в ее кинотеатре мир юнина зоя павловна она хотя сидела у меня зубы стучали я боялась арестует меня что я предоставила фильм показать вот как я все просматриваю назад и я ничего этого не мог создать и как будто это и не я там был просто так приписывает мне это а моего там и нет ничего моя рука шевелилась писал и при том вообразил пишет стихотворение пушки даже старик со старухой жили у самого синего моря он раз пять перед переписывать лев толстой а здесь четыре тома по 800 страниц и все почти все черновики сохранены и ни одной поправки нету ни одной я просто пишу чисто листа это не бывает это невозможно что было и рифмовка и вся история взята это нельзя сделать никак нельзя вот я сейчас выставляю стихо здесь насчет рулетки где и там такие отзывы ну которые считают и о царе и о мучениках и о деревне ну то есть но тоже 3467 это же а сколько много нет это полностью считать полностью все произведения пушкина лермонтова некрасова блока доход больше чем у них это за девять лет не за всю жизнь на это это абсолютно невозможно и поэтому они так смотрят это не мое бог дал я записал и и все а вы такое думаете берете ну не считай на дороге нашел я их не все помню и на приезжаю где-то напечатанное и начинает меня испытывать а такое стихотворение слышали что-то знакомое это не показывает внизу газета радонеж это мое фамилия имя не знаю я говорю плагиат это когда ворует а это как назвать когда я отказываюсь а имя даже не знаю это его явление это жизнь игнатий тихонович а еще я хотел вас поинтересоваться вот вы издали книги у вас на книге есть интеллектуальные вот эти права а то внизу написано да я ответил за них там знак такой стоит да 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 буква такая да да как как собачка всех на всех книгах я отвечаю за все мои книги многим не нравятся это патриархийные я знаю четыре центрских отдела кемеровская новокузнецкая тульская там московская исследовать брали а криги отправлены дворкина говорит дальше одесский монастырь киево-пещерская лавра девять лет прошло теперь уже больше до девяти лет но могли бы хотя бы слово сказать ни слова нет и конечно это хорошо что они считают но как на них действует они помогли как головина они сожрали его растоптали и все владимира там ахнули по этому ткачева андрею ты сразу изменил тематику и проще здесь на меня не ни разу не вышли отдельные какие-то выскочки были там вот максимом георгий другие которые еще не знает он там щамкает я даже никакого внимания не выделяю сказал да и сказал брать на ворот и не виснет игнати тихонович вот у отца геннадия фаста есть духовное чадо андрей и ольга юревич и про них сняли фильм свидетельство о любви и еще несколько вы их смотрели да да смотрел он его дети были он у меня был в лагере спортивный у нас нужно было лягушатник делали нырять каждую доску под водой там привязывать велосипед ремонтировать он все это делал у него сын арсений был вот на него пожаловались горит маленькие гвоздики они выпрямляют дети там человек 10 у каждого места чем я должен их занять то они пришли мне дети и говорят он говорит гвозди ест глотает гвозди я подошел ты глотаешь гвозди он говорит нет а дети говорит мы видели брал и глотал он чуть не горится вывалил за щеки гвоздей его сын у него интервью брали даже зачем вы приехали в лагерь он как детей воспитывать как трудно это все и вдруг я нашел нашел то что мне по сердцу он был здесь отец-то геннадий фаст он моем доме пришел духовное чадо и поэтому этот как а касткуна максима спросили он говорит я духовное чадо отца геннадия геннадий гнать я внучатка его так это внучатка мой юревич да я читал отца геннадия фаста и про него читал да этот бог дает так чтобы нам вдохновение радость общения и видели плоды отец геннадий у меня был когда тогда он был большой группой эту баптистов руководил преподаватель томском университете физика вот и встретились мы это отказаться 30 было сентября то все это у нас записано в каком-то томе у меня и к утру мы в пол пятого закончили беседу и он стал православным минонит немец потом крещение принял и это бог делает так и он все это сохранил в памяти вот сколько людей обратилась а бывает такие там разойдутся пути а я и без него знал без меня он знал знал все это дело и бог знал знал значит ты ничего не получил на занятиях нет и он тогда ему как будто господь обрезает это дело возвращается чтобы знание было стирается и он остается с тем о чем говорит я знал то есть до встречи со мной а там ничего нет он в мир уходит а отец геннадий всегда говорит что он получил какая разница он духовно растет самый плодовитые всех он именно благодать сыскал в этом в молитве он особый человек отец геннадий класс талантливый но в православии он конечно развиться так как мог бы ну никогда не будет его со всех сторон зажимают там был красноярске как его там антония звать его архиепископ он даже к иркутскому переходил курсе всех дел самое главное что у него много духовных чат и очень много трудов осталось до очень много книг он написал много выступлений лекций бесед да и у вас очень много трудов я что я не отец геннадий если она на этой елке верхняя звезда то я где-то там на полу под мусором я на самом низу асценизатор у него и по его знанием полета начали теперь доктор богословия там сколько он когда-то говорю да где-то я должен кончить учить это учился там сколько диссертации защищал когда был ну там в томском университете тут семинария академия дальше ну и все остальное я как-то разговаривал зои крахмальникова эта диссидентка была освободилась она тут отбывала в алтайском крае и москве встретились а там писатели там кто такие были и она говорит я кабинетный работник она кандидат философских наук и вот горькие плоды сладкого плена это она можете записать и она в интернете горькие плоды сладкого плена исключительно сильный труд я деворы называют за это горькие плоды сладкого плена зоя александра крахмальникова зоя крахмальникова обязательно прочитайте и желательно не один раз медленно возвратитесь назад я у нее было я кабинетный работник а вы трибун вам нужна площадь вам нужно возвышение когда вы я перед народом выступая горит не могу это я и призывал выступить ведь я кабинетный работник очень сильно труды и 2 еще есть у нее труд называется слушай тюрьма это ее же труд а можно еще найдете что там есть очень сильный труд настолько сильный когда я услышал передают там кажется голос америки я услышал и говорю это мое все она бы вижу нет некоторые фразы которые я не говорил мы не встречались до этого и получилось я ее слушаю я признал что это мой труд то есть господь через нее расширил дальше так вот бывает а у меня жена и говорит так как же так и так сходится то где она могла взять тогда ни книг не было ничего только пленки и она пленки раскрутку дал первый в стране насчитал архипелаг гулаг это все репрессированных интервью брал и кое-что в книге вошло 12 том открытым оком а почему зачем брались я брался тогда когда видел что очень небрежный какой-то материал сделанный вот симфония на неканонические книги непрофессионально они вот как есть так и делали это не так надо именно нужно было слово допустим ну сказать телец тельца тельцу я все падежи в одно слово вгонял глаголы точно так же искать очень легко я не знаю там то ли на пороге то ли о пороге а у них это тьма а тьму этот другом месте уже на уйдет она вон как разброс то какой а здесь все вместе ты только припомни слово в именительном падеже и ты его уже найдешь сегодня далась мне очень трудно заканчивая сбой и опять все сначала это господь так сделала и лучше сделать невозможно я так мыслю вот потому что я знал все предыдущие дореволюционные все перебрал ни одной не нашел симфонии сделаны так как надо и поэтому я взял за образец вернигородскую на канонические книги все так же такой же шрифт также переносы полностью и скопировал то есть ну то на канонические это на 11 не канонические но как они сделали здорово я все перенял от них никогда не боялся сказать откуда я беру их предисловие это сказал не мое я взял и перенес на другой участок понятно скажи завтра вячеславу что встретились он предупреждал да он говорит мне сильно помогает илья он о вас очень хорошо отозвался фотографии это вот эти присланы были я их себе снял там и в дому сидите там что-то с телефоном да мне еще там мы сняли но я вот поищу я фотографировал баптистерий вот в храме в новом отца наума им тоже прислали из патриархии молодого священника отец илья это же отец наум говорил что у них там как бы ну отец илья как бы его так научили что это не совсем вообще важно и так далее что он был них по поводу баптистерии не совсем сходилось понимание может быть там может он хотел сделать маленький или сложно понять вот кстати у меня вот такой к вам вопрос вода вот само вещество воды какой ее смысл и действие и вообще вот что можно сказать о воде потому что я часто вот слышу что это всего лишь символ сама вода и вещество якобы либо вообще не важно либо имеет просто второстепенный символический смысл но это кто говорит так которые не хотят на человека катетизировать не хотят это разбойники я называю пираты захватили корабль и сегодня семинарии академии нужны только для того чтобы оправдать любое безумие вот это безумие я слышу о символа то где вы нашли это слово символ это что иордан символ в дни прихрестили россию символ чего обезумели совершенно нет троекратного погружения он не погребен считай кирилла и русалимского скрываясь в воде ее не исследует воду она вода всегда вода мы умираем выныривая выныривая сейчас стоит на капельном полу выныривая мы рождаемся для новой жизни какое значение вода аж 2 о там глупости всякие лишь бы не делать да значение кого нет его сразу запрещать надо как богохульника рождена от воды и духа здесь не воды не духа а только дерзость и толстое брюхо вот вода ем да потому что он не исследовал воду вот вода штамме препятствует крестить он вас и берешь веру и явных и филипп сошли оба в воду где какой что смирнов димитрий сходил воду кто сходил из ну да вода освещается да то есть все таки вещь и тело это не символ это бог так установил зачем он не ордан шоу символе что ли он пример дал нам зачем и он креститель крестил всю иудею смотри картина явление христа народа иванова откуда взяли слово символ где она есть нету господь говорит от нему участие в жизни наложу язву если будете прибавлять лишние слова динаминации конфессии нет таких слов есть слова церковь и ересь этими словами прикрыли слово ересь надо спрашивать никакой конфессии какой ересь и ты принадлежишь сразу на место человек встал а почему так другого нету мы пользуемся категориями священного писания изреченными духом святым вот когда надо быть никогда не уступать им нигде лучший синодального перевода за мировую историю не было самый лучший за всю мировую историю вот вы слышали от меня эту празу переводили четыре духовной академии двое уже из перевозчиков канонизированы филарет и глухарев макарий алтайский и они не только смотрели сравнивали как это по латыни как это по арабски звучало они сравнивали как эти слова толковали святые отцы вообще невероятно сегодня по словарю найдет слово это слово микво там олег сеняев начать какая-то микво погрузить надо с водой символ обнаглели до беспредела спроси старобрядцы которые не покорились безумной этой реформе никона за триста шестьдесят лет ни одного не было мощного ни одного хотя они разбились и поповцы беспоповцы одних беспоповцев там больше чем пятьдесят названий но никто на это не посягал и приходящих из патриархии всех крестят они не крещеные ну да я знаю что и в греции и в ряде как бы там наверно монастырей или где-то тоже как бы если не признают вот мочение и войны я цинески не признавал никогда ну всегда батюшки говорят что это его личное мнение его как бы талагумен но хорошо не личное мнение вот как решение материал посчитайте феофилакт это личное мнение кириллу салимский лично ян златоус личное лично так тогда все ситуации так и понимали вот материал в истинного православия у нас книга и в ней там это крещение все взято по канонам 50 канон если не в три погружения да будет изверженно неизверженные безблагодатные может быть давно патриарх кирилл держит ребенка вот так вот на ребенку года три одеты над купели вот так ладони там улыбается стоят это патриарх его сразу говорится надо к на место ставить было никто рядом стоящий не знает не о том думают как а вы как называете безумие полное безумие бесстрашие а то мужа и песком я говорю откуда узнали а вот монахи шли с евреем началом же говорите для и показал духовный лук страница такая там указываем материал они пришли а епископе они не думают идите крестительный ордан это безумие запятой отрывают они хитрецы а могут еще сказать что вот то что дальше написано это добавили вдруг и вообще мне бывает когда вот ну каком-нибудь батюшке вот про лук духовный заходит беседы и про ситуацию с песком и так далее то могут сказать что это же всего лишь как бы потерек жития вы же должны понимать что это нельзя этому как бы духовный лук напечатал а зачем говорит об этом блаженнафе филак пусть объяснят толкование я просто говорю по порядку и пи там епископы не кипр василий великий григорий низкий ну все всегда и никогда вот это мощение не было час кропят даже мощить не хотят ну часто еще инатий тихонове часто говорят что а в пустыне там же нет воды мало воды нет воды вот рядом вот там нет воды лгуны лживое племя собралось воды нету сделай принеси купели нету у нас условия такие почему в эти же условия ни один баптист не был так мощеный а в воде в днепре ни один адвентист ни один яговист светили угову ни один еретик так не крестит это хуже еретиков разбойники дармоеды объясняют что обрядец ни один еретик не крестит даже чтобы в ладошкой воду собирать ну как бы объясняют это тем что старообрядцы и особенно еретики они как бы просто буквально берут библию как там написано так и делают а мы якобы вот смотрим что главное понимаем смысл символизм то есть мы разбойники мы учились семинарии научились все искажать писание говорил притча соломона 30 глава 5 стих и 6 всякое слово господа чисто не прибавляй к ним чтобы он не обличил тебя ты не оказался лжецом это лжецы а ущество в озере огненном тут не докажешь тут даже лучше не спорить не так не ничего не докажешь но давайте вместо вина туда квасу нальем при счастье дождь это символ всего лишь только сок один виноградный чтобы вина не было так можно что угодно для трепать языком масло мажу зачем масло мазать больного керосином это только символ как бы батюшки говорят так что есть каноны есть святые отцы а есть еще епископ и в каждой епархии окончательное слово за епископом нигде нету за собором епископ один а их на соборах было больше полутора тысяч и сколько канонизирован как святитель никола чудотворец и сегодняшний коммунистический выродок и он ты епископом нутов гбушник и рыщикисты у меня есть стихотворение такое на эту тему и она исполняется и называется так что скажет бог то из реку и я да знаю и песни есть заученная фраза ухи у мехея не заползет змея не нанесет в уши ахинею и он заклинило на этих вот словах вот так не надо даже слушать отравители разбойники тут уже ничего не докажешь тут вот часто этот принцип как вот иоанна шаховского о том что сектанство в православии православия сектанстве но дело в том что часто вот когда они не принимают друг друга особенно представьте когда ты например батюшка или епископ ну как ты признаешь что ты например не прав это очень для них тяжело очень трудно поэтому тут да очень сложно слово говорить надо делать почему не делать но вопрос почему крестить отцу геннадию фасту мы искали где в томске отец пивоваров александр мы искали нашли отца наума я поехал где переделкина в москве храм филиппа умершленного и там крестили его я его восприемник найти то можно было им не надо они неверующие раз неверующим какая разница жратва была бы деньги 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 зачем свечи красные синие зеленые они не восковые конечно если человек понимает то он может упросить в принципе большинство батюшек согласятся то есть если сам человек просит да где-то написано что просит но можно на красный свет ехать если просит не на красный свет вот просит да нет этого ничего врали как они у нас тут один стал спрашивать виталий калининников парализованного сергея как вы на игнатия вышли он будет как я в интернете и кого не послушай одни брехуны и брешут и брешут ему это во вред мне они нападают а ему все равно я возвещаю волю божию они более дьявола это большая разница дьявол желает христа поправить дьявол желает исказить таинство зачем их искажать и вот это так это символ это только то то где эти слова там нету нет этих слов они придумали они воюют против евангелия против духа святого богохульники я говорю вы знаете что волки кто волки господь это посылает посылаю вас как овец среди волков ну кто иудеи против то саддукеи фарисеи до фашисты коммунисты до считаем 20 глава 29 стих деяния апостола павел собрал пресвятеров там были епископы и говорит из вас самих вас станут люди которые будут говорить привратно чтобы увлечь за собою вас он лютые волки лютые это бешеные там волки фашисты коммунисты кагабисты а это лютые волки из вас самих вас станут лютые волки один раз библия об этом говорится и кто священство самые лютые волки бешеные деньги 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 андрей кураев об этом говорит было время церковь гонимая было но что презираемая как сейчас тогда такой период просто отсутствует в истории церкви она презираемая сегодня у патриарха там это так табаком водкой торговали андрей говорю да было время ну было это отравляли людей чтобы храму построить потому они никому не нужны ну зарубежно там помогали на миллионы миллиарды может быть все не считают сколько у патриарха миллиардов долларов ему это надо зачем на каких кадиллаков пьяные давят людей насмерть и защищают их но это по результатам вот в об этом невзоров александр глебович и говорит я не хочу чтобы вас колокольни снова вниз головой спускали но вы на это идете они противные для всех вода рядом он в тазике стоит человек обутый одет она в тазик головой лбом обну тазика стущий то тазика 15 сантиметров где-то то волк он надел рясу его немедленно досудить к стенке ставить держать голодом неделю и выгнать с потрохами тут надо беспощадно а то патриарх вожья распустил игнатий тихонович вот уже еще один вопрос такой немножко уже из другой сферы вот я общался с лютеранами с некоторыми но они тоже если ты ранее одни других не признают там и вот одни из них утверждают что у них епископат он имеет рукоположение от неких старокатоликов от старокатолической церкви и вот они я слышал это брехня нету ничего обман обман нету стали исследовать ничего нету а то а вот лютер был епископ епископ а кто его рукополом у нас простой был простой монар нет они подразумевают что якобы вот уже через прошедшее время вот уже в современность они с некоторое то есть они там между собой есть разные лютеране и вот некоторые лютеране поняли что у них нет вот этого дар пастырства не рукоположенные епископы якобы вот старокатолическая церковь старокатолики им рукоположили епископов как в ереси они не изменились рукоположили это не действительно еретиков не рукополагают если они не меняют пока не приносят покаяние этого не было никогда и приходили когда на ватьяне василий великий говорит вот так то было инкротиты приходили вот так то было ереси там по 2 3 степени это церковное правило ну понятно но сексуалистами остались и рукополагают в швеции женщина епископ главная лесбиянка страны рукополагают эти англикане ну да англикане говорят что у них тоже от рима католической церкви то есть но у них вот я понял вас то есть это механическое новое дело перед революцией были исследования и пришли что у них есть епископат объединение было прям рядом но помешало революцию так что с англиканами тут другой разговор быть очень осторожным куда дальше пошли это другая тема другая тема не знаю эту историю я слишком много занимался мы разговаривали с сектантами они проехали по европе искали где менониты нигде ничего нету оказалось все обман это неважно главное где двое или трое собрались там христос а где вы такое прочитали ну и написано нет такого и там церковь такого нету не собрались а собраны собраны духом святым а вы сами собрались на троих выпить можно еще и там церковь и там церковь нет там я посреди них это когда собрали своими его по евангелию а вы еще шпана подзаборная надо слова считать правильно они искажают их не что почему церковь православная это светильник это город на вершине горы да много искажений но нет ни одного искажения я не говорю что-то крещение ну просто такое там причастие бывает идет они ответят за это стоят кто не причащался надо причащаться и там каждую литургию каждый день вроде где они это нашли россия приняла от греков четыре раза в году каждый игнати тихонович я вот помню когда-то смотрел одно видео где максим степаненко с вами общался и он как бы пытался вам доказать вот этот момент что максим степаненко я смотрел одно видео и он как бы с вами не соглашался и он вам объяснял и я потом сам искал по поводу вот этого и темы там так интересно есть канон в котором говорится о том что если ты три литургии подряд без уважительной причины пропустил ты отпавший и насколько я понимаю надо за это принести покаяние вот но есть еще там как бы такие моменты там толкование иоанна зонара и других толкователей и особенно толкование никодима милоша и вот там где-то говорится о том что якобы первоапостольской церкви на каждой литургии причащались все верные всегда каждый раз и вот из этого там выводится обоснование что все верные в принципе если у них нету каких-то епитимий за ограничение совесть не осуждает что им всем надо тоже причащаться и вот из этого выводится то есть там толкование никодима милоша вот на эти каноны и выводится что якобы ты обязан причащаться быть на обязан церковь не обязывает а наоборот их отлучает на 18 лет все перевернутое церковь отпущает и допущает а не толкает к причастию такого нет нигде там зацепили часто и нередкая а готовность и поэтому не это один раз в два года причащаются это он говорит как о норме один раз в два года баба мария мог до этой египетском 47 лет один раз и святой считается зачем они причащаются они какие были такие если многие больны немало умирает они недостойны народ болен то почему часто причащается главная вина все кладбище забили вот и весь ответ до евангелии нигде в евангелии вот именно если смотреть слова апостолов слова господа то нету того что как что нужно вообще этот момент не никак не регламентируется и получается что тут важнее ну сама вся жизнь и один может причащаться часто другой редко и тут как бы действительно нельзя никому говорить что ты обязан часто обязан редко тут другие моменты а вот иногда пытаются доказать что приняли крещение от руси от грехов и четыре раза в году по-другому не было никогда тысячу лет так держится и сегодня у старообрядцев они так это и держат белокреницкая новозыпковская где есть священство а вот надо чаще а для чего а вот по причине грехов это нигде не написано что прощение грехов такого нету кто не будет есть и плоти сына счастья не будет иметь себе жизни жизни а ее никакой нет жизни вот мне один пишет это мы с товарищем ходили причащались а понедельник тогда мы опять вместе гуляли пили блудили субботу пошли исповедовались воскресенье опять причастились они за счет неделю блудят а потом причащаются и поп зная это все и питьями то нету за блуд отлучается на 12 лет за один блуд женщина аборт сделала второе правило василь велика 10 лет они-то рядом-то стоят там ума максим то назвал их на вторую букву алфавит это степаненко то но и все или его скинули вот у меня есть правило василья великого это все в районе надо это двигаться в сторону так крестили русь крестили и причащали четыре раза в году по-другому не было тысячу лет прошло тысячелетие крещения руси отмечали четыре раза по-другому вообще не было нигде ни в одной книги ничего нету об этом достоевский пишет сегодня это эта неделя говорит поста была мы гавели 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 гавение это во время поста более усиленные называлась гавельщики и тогда причащались я не что жизнь получили нет жизнь дает жизнь а там жизни то нет мертвое болото я называю скотомогильник иисус пришел погибшим овцам израиля погибшим ты как ни крути погибшие а где скотина валяется это скотомогильник это не кладбище скотомогильник и вот священник выйдет кто не причащался кто не причащался а она тут познакомилась нашей сестру и готовилась оглашение проходило она подошла причастилась она говорит потому что еще делала ты же еще и не крещена он на меня смотрят я подошла причастилась вот это разбойники златоуз говорит тело моё лучше отдам сам на растерзание чем недостойно причащающемуся я говорю кашпировскому священнике да я сам слушал его и лечился лечился пять лет отвержения пять лет и сандалой он даже нужды нету говорит свободно об этом если в дом его принял на два года а если сам занимался этим 18 лет где опять имя так а кто будет ходить тебе зачем об этом судить кто ходить он или при любоде и при любоде и посмотри разные правила есть 7 лет есть 8 лет вот тут тебе выбор может быть 7 или 8 но не меньше бывает уменьшается когда непрерывные слезы такое испытание человек и видно он весь и страдался то епископ имеет право на одну треть скостить одну треть то есть из 12 лет одна треть но считай четыре года остальное никто не может или пост во время поста разрешается то есть послабление кому роженицам взяло млад и взяло стар больной а что разрешается до курочку нет или и вино больше ничего не разрешается дальше то вранье начинается им больным разрешают растительное масло не в субботу воскресенье только но и другие дни кроме среды и пятницы больным даже больным это нельзя а он стоит у полномочия по религиозным культом и сгорбатился я подошел выпаситесь ну вот мне настоятель его дружок кгбшник разрешил но кто же тебе разрешил курочку бульонщик великий пост идет но я первую неделю последнюю я зато вас говорит ты у царя 7 дочерей ты почти в первую последнюю остальными пренебрег царю понравится игнатий тихонович очень часто еще вот можно услышать что ну вроде бы это выражение викентия лиринского что как бы идеал которому должна стремиться церковь это единство в главном свобода во второстепенном и любовь во всем его часто говорят что по поводу постов внешность внешности это все второстепенное и в этом должна быть свобода что как бы это же не догма а кто сказал это утвердил почему они не берут 1 глава 8 стих книга иисуса на вина да не отходит книга сиатус твоих но поучайся в ней день и ночь дабы в точности исполнить в точности если обрезание обрезание если жертву в другом месте он в другом месте принес жертву саул и сразу явился пророк самуил и говорит бог раскаивается что тебя сарем сделал все это не мошенники жулики в рясах по старин а кто сказал второстепенного кто определял что вы старостепенно крещение-то второстепенное обезумели совершенно нет как бы крещение это относится к догмату что единое крещение в оставлении грехов они неверующие не крещеные сами и поэтому они подгоняют под это почему под католики бреют бороды папа бритый 83 года бритый зачем я считал книгу зачем кто его на это научил у меня есть в этом к истинного православия там два две статьи про католиков ничего убийства и ложь ватикана это одна и вторая гордость папства и вот там все это говорится подробно откуда взято какое было у них там состояние как разврат ищили и каждый кто все указано какой год когда были и она прелюбодейка это ему сказала если борода не сбреешь не будешь похож на ангела у ангелов бороды нету значит она тебя не не допустит значит красоту мужскую бороду променял на женскую подпупную вот как выражено то что у женщин ниже пупа растет и ты променял это все а ему надо доказать что ему бог сказал приучил голубя чтобы в ухо семечки брал и он сверху слетает голубинок я дома это делал у меня так подлетает у меня семечка он это гряду святой ему сказал чтобы все сбрили бороды и все пошло сикстинская мадонна ваша ну да это в капелле там там то а папа сикс почему с бородой папа ну и все заглохло вы же знаете вот папа все с бородой кто рафаэль рисовал католик католик в самом главном храме у вас петра и павла ну это ваша икона почему он с бородой но тогда это время то есть время а сейчас бород бородания растет так же растет дину изнасиловали она была обесчищена а бороду остригли очень обесчищена то есть очень словом означает хуже изнасилования да вы может быть знаете он был такой римо-католический достаточно известный тоже автор патролог гавриил бунга и вот он перешел в православную церковь показали как крестился я видел этот гавриил бунга он тоже вот пишет книги проповедует его приглашают он там и в россии и в украине везде приезжает выступает хорошо слава богу почему они его только научат здесь страха нет никакого вода есть учить не учат ну две беседы священники восстали почему две одной хватит 20 минут да нет двадцати минут он стоит крутится ребенок плачет ну как все у нас епископа знакомый был и он говорит я говорю знаете у нас занятия идут надо заниматься потом мы будем крестить я согласен покрестите ребенка но тогда и ребенка крестить будем ну как же так он говорит евангелие надо он пошел купил по подошел и говорит вот евангелие я купил вы сказали ну хорошо приходите знаете так я не понял ты крестить то по будешь или нет да нет он как дал матом да пошел ты на и вышел вот и все он горит я горит тогда тур кого же я крестить то хотел то пошел ты на и на три буквы под храм это под куполом храма осветил его кого они крестят мы решили узнавать вот 50 человек выходят одного другого ни один не знает зачем крестился а чё там было лоб помощили я говорю вы зачем еще я мало папу сунула денег что у меня допрашиваете а подруга говорит о бхс она директор ресторана у нее проверка и такая недостаще и они сказали надо покрестить а тогда все это отхлынет вот стоим и в тобольске тобольск известный город и там служит мой брат отец айким родной брат по плоти в это время два парня стоят священник зашел взять мира я подошел скорее с ними поговорить я говорю а почему крестись в армию забирает сказали как-то там облегчение будет а вы а мы друзья я ради его пришла кто христос ни один не знает но какой-то астронавт наверное откуда-то из космоса кто-то прилетел они ничего не знают священник вышел я ему сказал вы кого крестить это они не знаю даже что христос бог а у меня вообще ничего не знают как так да я спросил верить они сказали верим но во что они верят для веры должно быть основание какое-то не считал евангелие в руках не держал храм не ходят блудят ну какая молодежь то священник назад зашел и брату говорит ой ваш брат то здесь он теперь накапает на меня епископу скажет в другом месте славгороде точно та же история но крестится женщина архи а священник зашел в алтарь я в это время раз к ней подошел приехал в гости туда я говорю вы почему креститесь как почему ну и стала говорить кого-то там что-то развод или что-то в это время которая торгует торговка из храма подбежала что вы говорите я у нее восприемница я спрашиваю что верить она кто христос она не может сказать зачем мне христос я коммунистка она коммунистка и когда он вышел я ему говорю отец вячеслав а кого вы крестите то да вы что она и отвечает все одинаково и он сразу отменил это дело ну не знаю может быть потом крестил не ничего нету обман во фрунзе было также дети крещат я посчитал 25 человек он их покрестил где-то за 10 минут как побрызгал отец борис бузмаков я подошел к им отец борис я хотел еще опоздал тебя покрестить надо еще да нет я не опоздал я смотрел на ваше безумие что вы делаете единственное что люди знали что сказала им женщина там которая подметает пол она им сказала что они левые надо правой рукой крестить и как он стоит он не знает как крестное знамение положить не знает а он подошел веселый батюшка такое настроение он может кофточку восприемница даже не ребенка мажет я говорю что это я буду сейчас писать архиерею а тогда был варфоломей ташкентский я когда приехал архиерею брат приехал сначала там свечи брать родной брат другой он говорит это ваш брат написал он еще сам написал я указал каноны нарушения я вы сейчас руку положу я приехал туда он правда мне три храма выбирай любой у тебя руку положу я говорю нет тут вот какое дело ты стал говорить вы меня рукополагаете я вас слушать не буду я буду поступать точно по канонам так мне это и надо и нет ваше крещение не действительно ложное но и дальше а он уже поговорил со мной и знаете дайте дал деньги вот вы что делаете проповедовать и тут у нас таких и людей то нету она священника и любого поставлю вот вам деньги поезжайте домой культурно по-хорошему расстались это притом это везде везде но все равно как бы вот там даже сейчас на азбука точка ру есть целая подборка там данил сосуев тоже ревновал и очень ревновал потому что мы полностью погружать вот я еще смотрел на православия точка ру что в некоторых епархиях даже епископ дал указание там готовится чтобы оглашение было там в течение года чтобы людей полностью там погружением и так далее то есть ну слава богу все равно есть отдельные случаи которые вы описываете но и есть положительные зрелиги а то разговор один я-то я знаю кто ростислав томский об этом мы расстанемся сразу и священники по-прежнему мочат голову фальшь брехуны они не могут этого сделать потому что вы самому надо крестить и он сказал он издал указ в барнауле у нас антони был моседич указу указом принято решение в полное погружение даже никто не сдвинулся и он сразу умирает 41 год вот и все мы с ним беседовали наш епископ приехал ептихий курочкин беседуем в епархии а он просто раз дверь открыл а мы говорим что подслушивает недавно на меня покушение было священником там убить его хотели и все мы так ужаснулись в каком состоянии патриархии это банда выступение алексея второго он выступает и говорит каких бандитов на принимали в церковь бандитами назвал я указываю какой номер журнала какая страница это не мое определение это патриарша но это патриарх и больше о чем раз патриарх ну здесь мну здесь пну еще получилось написано исполняй это исполнитель тебе другого не дано вот допустим суд идет я судился за то что вот у меня изъяли чтобы государство заплатило я вернулся я реабилитирован сужусь 11 лет шел суд отменяли отменяли все и наконец решение было полностью по-другому из процесс выиграл вот два дома которые мне дали в центре города вместо погашения они мне должны были 11 миллиардов теми деньгами вот так 11 лет непрерывно и я знаю как это трудно и когда выиграл и тогда надо мемор города прокурор края все поднялись за меня руки ноги горит не ставишь что человеку было давайте закончим эту эпопею вот и все то дело терялось а а тут у нас шуба фамилия шуба николай был у него помощник что боголюбов или богданов богданов он тоже было в чечне такой смелый парень то я говорю пришел еще изъяли нигде документов нет как нету сказали утеряно он пошел правда долгом потом приходит вот так вот папкой по столу вот они документы еще утерялись спрятали и начали все находятся люди которые помогают он вырвал буквально из зубов у них у меня изъяли беззаконно законное мое купленное 15 магнитофонов насчитанное там целые сцены показывал на такие произведения религиозного характера и все переиграли по-другому тут надо так если ты пошел не оглядываясь и назад ненадежен кто без взялся за плуг оборачивается назад никак они разбойники они бандиты они убивают души людей они не крестят не учат люди ничего не знают причащаются чего зачем не знаю она там пошла мне что-то в рот попала попала это она там что там от просто выходит и в урну плюет я все собрал священник вы знаете что надо делать это все сжигать теперь надо что вы делаете кого до причастия то допускаете а в алтаре в самом алтаре гуляют антиминс переблеванный антиминс открыли дверь туда заходить священник да там баба сидит на престоле заднице своей кровавой в алтаре ухаристов там полтора ведра окурков только вытащили это церковь притон господь сказал вертеп разбойников мой дом домом молитвы наречется вы его сделали домом торговли торговля то почему идет потому что христос еще сюда не заходил если он зайдет он выбросит все вы до конца договариваете и когда будет так тогда поймете все ясно и чисто я верен перед тобой господи зачем это вот миква разная там олег стене все собирает это омовение было омовение вес погружай его погружен да я читал отец алекс читал отец олег стеняев он как раз и объясняет что новозаветнее крещение оно связано с ветхозаветним в котором обязательно было полное погружение и она вот это ритуальное омовение у иудеев и называлась микви и так далее то есть он именно защищает отец олег полное погружение а потом дальше говорит ну бывает что купели нету тогда мы уже так рукой только где-то защищает он защитник он не защищает он разлагает и он сказала то дальше другое его спрашивает а вот кто такой игнатий лапкин он приезжал у меня был здесь но это очень там популярные продуктивный как-то назвал полемист подвижник там аскет прошло года два снова спрашивает кто-то там он кто игнатий раскольник у них не постоянства ничего нет со мной не встречался не считал ничего и вдруг отзыв был тот который он знал а дальше раскольник с какой-то и она азбука . ru видео это не точка зрения окошки разложения горит толстая шрева не рождает тонкие мысли как не стыдно перед народом выходит такие ряшки стоят горит такое шрева а тут бы не вышел никуда и даже нужды никакой нет говорит хохочет в индии был в чечне был остановили тут такое есть но а другой говорит этот сидит то это настоящий поп он сам говорит а как узнали пьяная сижу там такой и говорит можно такая красная игры смотри это поп настоящий пропустите его его таким определили в чечне и он довольный хохочет срамота одна мы были чечне какие-то люди если мы молимся они молятся это так знаете он у меня был авантюрист вот этот храм грабный покровский собор давайте отобьем и зарубежная церковь зарубежная был то а потом видеть такое дело то сразу переметнулся и добавить и же долбить подлые ты же вчера меня уговаривал чтобы я согласился чтобы отбить покровский еще с ума сошли как это отбить когда люди ходят то есть у патриарших отобрать храм а он служил где-то в каинске я их знаю лично андрей кураев ко мне приезжал сюда книги все приобрел подарил ему так что ну андрей кураев знаешь он в интернете там меня самые знаменитые самые там такое через него юрий соболев меня и нашел юрий соболев там красноярске он преподает в духовной этого в академии в университете и ведет курсы при метрополии и он через него начал искать в интернете меня нашел все книги выписал конечно заплатил все и и сейчас очень близкие отношения благодаря андрею до отец андрей кураев он говорил что как бы сразу и у него и у многих людей впечатление какое-то вас не понимают как-то все сумбурно слишком непонятно быстро якобы пишите слишком резко то есть а говорит если все-таки усилия применить то увидите какие большие пласты святоотеческого как бы наследие церкви поднимает игнатий лапкин и при этом все кураев говорит что но я не принимаю многое якобы что у вас евангелие и слова ну христа апостолов они на первом месте якобы в этом вы как баптист якобы вы соблюдаете вот все там ну все вот эти моменты там с бородой там и так далее как старообрядец и вот вы смесь старообрядцы и баптиста такая взрывная вот это отец андрей кураев объясняет но объясняет это его мнение личное на тот момент потому что я смотрел в одном из интервью отец андрей кураев был раздражен и он сказал а и эти все каноны то есть ну как бы у него крайность другая то есть может быть лучше крайность действительно такая когда смиренно соблюдаешь все строго и когда именно евангелие и учение христа но на первом месте понятно что если библия баптистская то есть у православных нет библии все ушло теперь если я соблюдаю каноны и в церкви что был порядок соробряческая а что у этих бедлам вот это все не наше это не наше библию знать каноны он и показал люди то не поняли что он сказал то а у нас ничего нету и гнать и ему говорят разницы нет какой там собор не собор библии нет этого тем более наше решение это играть на кривой кобыле обижать то а мне не все равно я думаю что обо мне епископ скажет вот его куда слова конечно я не могу сказать давайте все принимайте то другое то он десятки оговорок сделал а зачем потому что он связанный а когда его ударили это он говорил еще когда его не гнали сделался все то дальше пошел поволок они на него и молитвы со твари чтобы его там поразил вроде ой-ой-ой я считаю какие они злобные эти монахи он усказал им это он у меня был здесь он в ответ если бы и нате не говорил то что это у священца отношение было бы совсем другое ну понятно дальше ему надо себя сохранить мне не все равно что епископ скажет а ему все равно а раз все равно значит я смотрю выше головы и бог будет судить по совести а не потому что угождал епископу зачем зато он говорит большая часть священства погибает серафим сароцкий три дня три ночи молил бога не о царе и бог ответил священников епископ не пощажу и не помилую ибо вымыслами человеческими заменили истину божью третий том настольной книги священнослужителей 601 страница это не мои слова серопимова игнатий тихонович а вы читали такой труд григорий богослов о себе самом и о епископах григорий богослов отдельно темы не считал я искал о нравственности священства вот веронима стридонского они прячут это не вам не достать может такой материал я даже в жардан вилле не мог достать не дали потому дело в том что от него все друзья отшатнулись язычники от руки переписывали этот трактат он один остался но он сказал то что необходимо было сказать куда мы свалились вот в материале гордость или человек убийства и ложь ватикана второе вот там у меня все сказано это взято указано откуда материалы и прочее надо делать вот этот труд григория богослова о себе самом и епископах он был на греческом языке а на русский язык его никогда не переводили и вот только в нашу современность уже тут двадцать первом веке один студент ястребов там студент академии или семинарии захотел перевести и вроде бы как и ларион алфеев он разрешил и даже предисловие написал я если найду я потом здесь внизу вам сброшу вот труд переведенный ну как бы как дипломная работа студента ястребова григорий богослов о себе самом и о епископах то есть ну очень интересно как он там пишет ну возьмите вот допустим архиепископ брюссельский василий кажется кривошейным и он говорит феофан затворник он знал греческий язык и переводил симеона нового богослова и наконец остановился не стал переводить а почему если люди узнают они поймут что они неверующие симеона нового богослова людям нельзя дать сразу поймут что мы совершенно неверующие вот какая планка а я его насчитывал и скажу что правильно он сказал но прятать не надо надо дать вот два счастья у нас таких из всех святых от исаак сирианин и семёнов богослов они прямо называют их ангелы во плоти или человек на небе ну что все хорошо игнатий тихонович буду еще там если что звонить слава христу спасибо вам спасибо с господь паси христос мы говорим спаси христос славу божию ну все тогда отключайтесь один час 14 минут пробыли вместе ну на следующей неделе вы смотрите наш youtube вы наши ресурсы все знаете да ну так еще говорит а на форуме были на нашем в 1600 тем это там очень и очень и много всего ну до свидания отключайте давайте